Дальше летим, выберите значки, отображаемые в панели задач, и посмотри, какой ядерный просто пушка. Если никогда, то вот этих названий, основу, файл и так далее тоже вообще не будет. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана, и ты часто спрашиваешь, как сделать охренительный рабочий стол. Я знаю на него ответ, потому что у меня такой есть. Если тебе интересно, присаживайся поудобнее, я всё расскажу, но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net, и сегодня мы поиграем в coin flip. Что такое coin flip? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. И я вижу в данный момент охренительно много ребят, которые хотят сыграть по-крупному. Давай выберем одного из этих ребят, и действительно попробуем себя показать. Ну вот и погнали, ребят. Ну, монеточка родная, дай нам хорошо сюда. Я так и знал, по-крупному сыграли. Ну и про тебя, конечно же, я не забыл. Залетай на сайт hellstore.net, вводи промокод Сайбербанана, и получай от меня халявные 60 центов. В общем, все ссылки в описании. Удачи тебе. Как я считал и буду считать, минимализм это и есть та самая красота. Поэтому ты у меня спрашиваешь, как ты сделал такой рабочий стол, который находится сзади меня. Фон это отдельная тема, ты можешь выбрать абсолютно любой, который тебе нравится. Но я выбрал тоже минимализм, или как это, абстракция, да не важно, как это называется. В общем, самое важное, что есть программа Fences, которая помогает убрать все ярлыки с рабочего стола. Она делает вот такие штуки. Также можно сделать исчезающие и прочее, прочее. Это мы все пройдем дальше видео. И также поговорю, как убрать вот эту вот боковушечку, где не надо там нажимать кнопочки. Там появляется много-много всяких тоже штук. Убирается уведомление и так далее. Это тоже мы пройдем. И вот этот минимализм, который сзади меня, я считаю самым крутым. Кстати, вот этот Fences я изначально увидел у Мормока. Поэтому, Мормок, тебе привет. Начнем с самого простого, а потом перейдем к самому сложному. Сначала разгребем вот эту боковую штуку, где у тебя постоянно вылезает то уведомление, то постоянно разные-разные-разные программы, которые находятся под такой галочкой. Как это убрать? Нажимаем правой кнопкой мыши, где вот эта полоса пуск, после чего нажимаем параметры панели задач. Дальше летим, выберите значки, отображаемые в панели задач, и после чего вот тут выставляем галочку. Если эту галочку убрать, вот эта штука, видите, та самая, которая мне всегда бесит. Нажимаешь вот эту кнопочку, и вот все, что у тебя тут есть, оно сразу появляется. После чего нажимаем назад, и после этого чуть ниже включение и выключение системных значков. Тут также ты можешь разгребсти, что тебе нужно или не нужно. На примере вот как раз центр уведомлений, вот эта хрень, которая постоянно бесит. Нажимаешь вот сюда, и она исчезает. Параллельно ты можешь убрать много чего лишнего, допустим, тот же самый микрофон, он, кстати, недавно появился, я его также убрал, и все, мне теперь ничего не мешает. У меня остается только индикатор ввода, сеть, громкость и часы. Все, идеально, которая вот там вот, ты сам видишь, просто пушка, красота. Летим теперь к Fancy's, а именно вот этой красивой штуке сверху. Также есть офигительное видео по оптимизации Windows, я оставлю ссылочку в описании, там тоже убираются все лишние программы, пуск, чистится и прочее, и прочее. В общем, ссылочка в описании, посмотришь, реально годная тема, я пользуюсь до сих пор, вот такая штука. Погнали дальше. Как я говорил, переходим к программе Fancy's, и она в данный момент стоит в Steam'е 259 рублей. Некоторые не могут купить такую программу, поэтому, ребят, сразу хочу вам сказать, что если аккуратно и внимательно погуглить, то эту программку тоже можно найти. Лично я это не делал, но я слышал, что такое возможно, поэтому давайте перейдем уже непосредственно к функционалу, а вы там сами уже решите, как это все делать, но я ни к чему не призываю. После того, когда вы скачали, установили программу Fancy's, с правой стороны должны появиться именно вот такие вот штуки. Также у вас должна открыться StarDog Fancy's 3. Здесь рассказывается, вот в начале, если почитать, рассказывается, что это за программа, какие есть преимущества, зачем она нужна и какие вообще настройки тут существуют. После чего, вы уже, наверное, заметили, есть цвет и вид. Что такое цвет и вид? Это вот, смотрите, к примеру, создаем Fancy's, сразу вот так, правой кнопкой мыши ведем просто по рабочему столу, создать Fancy's. Вот так этот Fancy's выглядит. Ты можешь сделать его уже, к примеру, вот так. Ты можешь шире, длиннее, короче и так далее. Выбор, ну, просто за тобой. Как ты хочешь, так и сделаем. Смотри, если при наведении, эта штука будет пропадать. Если никогда, то вот этих названий, основу, файл и так далее тоже вообще не будет. Но я оставляю всегда, это реально выглядит круто. Давайте назовем зрители, потому что в данный момент вы как раз меня смотрите. После чего, смотрите, нам нужно сделать так, чтобы вот она сворачивалась точно так же, как и вот эти штучки. Нажимаем вот три таких деления, после чего вид свернуть Fancy's. Готово, готово. Теперь давай поиграемся с цветами. Если вот этот ползунок двигать, то у тебя прозрачность попадает. Но мы хотим сделать ярко-сочный красный цвет. Это летим к следующему пузылку, называется насыщенность цвета. И летим в красный. Ты посмотри, какой ядерный, просто пушка. И все, у тебя в принципе все готово. Но как сделать, допустим, как у меня, сверху три подряд таких штуки? Давайте пока я это сверну. Просто создаешь еще одну такую же. После чего создать Fancy's. Называешь один, к примеру. Здесь создаешь такую же, надо создать два и так далее. А потом под себя подбиваешь, как тебе удобно, как тебе угодно и прочее-прочее. Допустим, я хочу сделать несколько таких узких штук. И вот просто берем и передвигаем две сюда. Теперь так же, как сделать, чтобы они убирались. Нажимаем сюда, вид свернуть. Нажимаем сюда, вид свернуть. Повторил два раза и понятно. Но теперь, смотри, представим, что у нас на рабочем столе было парочку ярлыков. Как их засунуть сюда? Наверное, все мы знаем, как засовывать. Поэтому Counter-Strike запихиваем сюда, в двоечку запихиваем сюда. Ой, сорян, слишком рано отпустил. Готово. Здесь Counter-Strike, здесь. И ты можешь выставить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Либо вот такими широкими и так далее, и так далее. В принципе, я тебе быстро и подробно рассказал, как можно создать то, что я тебе только что вот эту вот красоту свою сделал. Но давай вернем то, что как у меня я хотел сделать. Это именно. Всегда, да, прозрачность маленькая. Светность, насыщенность убираем. И вот сереньким цветом выглядит просто потрясающе. Ты посмотри, годно? Да, конечно, да. Давайте подытожим. Я рассказал, как за пару минут сделать офигительный рабочий стол. Я рассказал, как убрать вот это говнище, которое находится всегда с правой стороны. Как это разгребсти. Также показал, как убрать все значки с рабочего стола, и теперь они находятся в Fences. Это вот в этих таких интересных штуках. Если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк, подпишись, напиши комментарий, зашло ли тебе такое видео. И хотел бы ты другие интересные разновидности рабочих столов увидеть. Потому что я думаю, что это будет реально интересно. Все, пока-пока, и посмотри вот это годное видео. Реально тебе говорю, там интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok